Свои заслуженные медали в этом году получили 38 выпускников из 9 школ города. Это на 9 человек больше, чем в предыдущем и почти в 2 раза больше, чем в 2015 году. В этом году у нас 27 медалистов золотых и 11 серебряных из 9 школ города. То есть это 2-я школа, 4-я, 4-я имени Гагарина, 7-я, 17-я, 18-я, 82-я, 91-я и интернат РЖД. Заработанные упорным трудом медали и поощрительные денежные премии выпускникам вручил исполняющий обязанности главы города Александр Бурбак. Он поздравил старшеклассников с достижениями и отметил, что для Котласа 38 медалистов – это отличный результат. По количеству медалистов в этом году отличилась школа номер 4 – 5 выпускников с золотыми медалями и четверо – с серебряными. Как отмечает директор школы Татьяна Хлызова, это немного неожиданный, но вполне заслуженный результат. В этом году у нас такой самый, наверное, сколько лет, 15 лет работаю, и первый раз у нас 9 выпускников. Поэтому это не постоянно, это для нас тоже как бы новость, но мы к ней шли, потому что ребятки у нас с первого класса проявляли вот эти таланты свои, поэтому мы уже были готовы к этим успехам. Получить медаль по окончанию школы не так-то просто. Для кого-то из выпускников это было главной целью учебы, которой они шли все 11 лет. А кто-то из медалистов даже не думал о том, что окончить школу с таким почетным достижением. Ну, как-то сама получилась. Я не ожидала. Получилось так, что у меня на тестат вышли все пятерки. Мне учитель классно говорит, не хотел бы попробовать на медаль, говорит, что ты можешь. Ну, и мне как-то это въелось в голову, типа мне вызов бросили, ну, и я все-таки попробовал. Мне учеба сама по себе нравится, все предметы мне в разной степени заинтересовали, и если бы была бы возможность, я бы на все бы профили поступил, то есть на физмат, на соцэконом, и они мне во всех степенях нравятся, вот. Но, увы. Для девятого класса как-то все шло само собой, то есть, ну, постоянно делала домашние задания, слушала все на уроках, и оценки, тем не менее, были тоже хорошие. Ну, а дальше как-то и не хотелось опускаться, и хотелось продолжать в таком же темпе, и, наверное, золотая медаль – это была моя цель, моя мечта, моя цель, которой я шла все 11 лет в школьной жизни. Главное в достижении медали, конечно же, свое стремление, тяга к знаниям и желание расширять кругозор. Однако важную роль играет и поддержка со стороны родителей и учителей. У нас замечательные учителя в школе, которые давали очень много знаний, очень нужных, которые также пригодились и в жизни. Нужно понимать, в чем у ребенка трудности, вот в чем ему надо помогать, и понимать, когда он ленится, где надо и надавить, и волю проявить, и характер. Вот когда ты понимаешь своего ребенка, когда он тебе не безразличен, то там, собственно, жить надо с ним, вот и все. Директора школ, учителя и представители администрации еще раз поздравили медалистов с окончанием учебы и выразили надежду, что после получения высшего образования ребята вернутся в Котлас, жить и работать на благо родного города.